В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте. У нас в гостях сегодня замначальник ФНС России номер 3 Паризанской области Михаил Минко. Здравствуйте, Михаил Леонидович. С начала года стартовала декларационная кампания по налогу на доходы физлиц. Расскажите, кто должен отчитаться и в какие сроки? Прежде всего, к категории обязанных относятся граждане, которые получили доход от продажи имущества, которое находилось в собственности менее трех лет. Также отчитываются физические лица, которые получили имущество в дар от лиц, которые не являются близкими родственниками. Также декларируются доходы в том случае, если имущество сдается в аренду или в наем. Декларируются доходы от продажи доли основного капитала организации, от продажи акций, а также при получении выигрыша. В обязательном порядке декларацию сдают индивидуальные предприниматели, которые находятся не на специальных режимах налогообложения, а также нотариусы и адвокаты. Все вышеперечисленные категории лиц обязаны отчитаться о своих доходах не позднее 2 мая 2017 года. Уплатить налог заявленных в декларации необходимо не позднее 17 июля 2017 года. Произошли ли в этом году какие-то изменения в порядке декларирования? Произошли небольшие изменения. Одно из таких изменений касается того, что физические лица не должны теперь декларировать доход в том случае, если он не был удержан налоговым агентом. Теперь налоговые агенты сами сообщают в налоговые органы о таких случаях, и налоговая инспекция будет направлять уведомления налогоплательщику, которые похожи на уведомления, которые получают в случае уплаты имущественных налогов. Как по дате декларации, не посещая налоговую инспекцию? Есть ли такие варианты? Да, такие варианты есть. Если налогоплательщик является пользователем личного кабинета налогоплательщика физического лица, то он может в своем личном кабинете заполнить в электронном виде эту декларацию, проверить ее на наличие ошибок автоматически и направить ее в налоговый орган. Вот интересно, как с помощью интернет-сайтов НС России можно провести предварительную проверку на ошибки? После ввода всех необходимых данных, там есть такой режим, проверить декларацию, соответственно, можно проверить на ошибки, можно прикрепить к ней соответствующие скан-образы необходимых подтверждающих документов, и весь этот пакет документов отправляется в налоговую инспекцию. Подписывается все это усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно получить там же на сайте ФНС России. Представляется декларация по месту жительства физического лица. В том случае, если налогоплательщик хочет подать каким-то обычным способом, то, опять же, это делается либо лично, либо через представителя. Можно сдать декларацию по почте. Можно на сайте ФНС России скачать программу декларации 2016, которая имеет простой интерфейс. В ней можно, соответственно, тоже набрать все необходимые данные, и она автоматически выдаст нужные листы декларации в печатной форме, которую можно также будет сдать налоговую инспекцию. Бывают ли такие случаи, когда декларацию не принимают? Да, действительно, такие случаи бывают. Декларацию налоговый инспектор может не принять в том случае, если налогоплательщик не имеет при себе удостоверения личности или отказывается его представить. В том случае, если декларация не имеет подписи, декларация не заполнена фамилиями и отчеством. Ну, то есть, вот в таких случаях. Хорошо, то есть, то, что это можно сделать быстро, в электронных версиях, мы разобрались. А вот если сделать традиционным способом, где можно получить декларацию 3НДФЛ и вот разъяснение, как ее заполнить? Бланки декларации есть в любой налоговой инспекции. То есть, если заполнять ее обычным способом, то можно взять бланки в налоговой инспекции, можно скачать их, опять же, на сайте, эти бланки. Можно получить консультацию о порядке заполнения этой декларации у налогового инспектора в любой день. А для того, чтобы получить практическую помощь в заполнении налоговой декларации, планируется проведение Дня открытых дверей. Он будет проводиться 14 апреля и 15 апреля, это пятница и суббота. В рамках проведения этой акции налогоплательщики не только смогут больше узнать о порядке осчисления и уплаты налога на доходы, не только о том, кто должен сдавать такие декларации, но и получить практическую помощь в заполнении. То есть, налоговые инспектора будут помогать заполнять декларации лицам, которые обязаны представить эти декларации. Возвращаясь к интернет-заполнению, будет ли считаться декларация официально, если ее провести через личный кабинет налогоплательщика? Да, конечно, потому что она будет подписываться усиленной неквалифицированной электронной подписью, которая приравнивается к обычной подписи гражданина. Поэтому декларация будет считаться официально сданной инспекцией. Вопрос, который интересует, наверное, всех налогоплательщиков. Какова ответственность за непредоставление такой декларации? В том случае, если декларация по налоговому доходу будет представлена не в срок, то есть позднее 2 мая 2017 года, будут применены штрафные санкции в размере не менее 1 тысячи рублей. В течение какого периода можно заявить имущественное вычистое по НДФЛ? В отличие от тех лиц, которые обязаны представить декларацию, физические лица, которые имеют право на имущественно-налоговый вычет и также на социальные вычеты, могут сдать декларацию в течение всего года. То есть им торопиться не следует. Где можно ознакомиться с типовыми разъяснениями по заполнению формы? ТриндФЛ, либо других каких-то форм, которые уже скоро, возможно, тоже придется уплачивать. Типовые вопросы, все разъяснения находятся на стендах в налоговых инспекциях. А также можно все это прочитать на сайте ФНС России в разделе для физических лиц налогного дохода. Там подробно обо всем написано. Спасибо вам большое за разъяснение ситуации. Телезрители напомнят, что у нас сегодня в гостях был заместитель начальника межрайона ФНС России номер 3 Призанской области Михаил Минко. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!